8 часов столицы вы смотрите новости с вами динара саду доброе утро в петропавловске 65 человек могут остаться без гемодиализа по словам пациентов помещение центра которая находится на базе третьей горбольницы по тендеру в аренду передали компании с другого города у которой нет лицензии на проведение этой процедуры но больше северказахстанцев возмущены тем что им придется переехать в другое место где в экстренной ситуации им не смогут оказать помощь репортаж кристины юсичевой помогите нам туда-сюда бегать чему будем такие вот дела виктор макаров только прошел гемодиализ тяжело не только от процедуры но и от новости что скоро центр переедет ошарашены и другие пациенты многие из них уходят сюда годами я вот уже хожу пять лет пока ничего не предлагают понимаете а я вот если один день пропущу диализ я просто задохнусь у меня поликистоз обеих почек у меня обе почки не работают были случаи когда пациентам становилось плохо прямо во время процедуры у татьяны сукманюк так произошел разрыв почки спасла ее тогда экстренная помощь врачей которые были рядом отсюда уходить не хочется потому что знаю по себе у меня из-за того что у меня удалены почки у меня иногда бывают сильно поднимается давление до двухсот сорока иногда бывает сильно опускается до 70 на 40 то есть если реанимация не успеет то будет плохо руководство больницы утверждает пациентов никто не выгоняет тендер на аренду помещений действительно выиграла компания из октобе однако у них нет лицензии на этот вид деятельности а также разрешения и договоров с фондом медстрахования поэтому пока организация не работает мы сейчас рассматриваем другое помещение на нашей же территории согласовали с управлением здравоохранения согласовали с управлением финансов мы предоставим более удобное помещение большей площадью для пациентов проходящих процедуру гемодиализа но пока идут процесс государственных закупок пациенты пока получают на той же самой старой территории где они получали несмотря на то что пациенты жаловались несмотря на то что они были взволнованы ни одному пациенту не отказали в процедуре гемодиализа на сегодняшний день пациентами центра гемодиализа являются больше 60 человек всего нуждаются в искусственной почке свыше 200 североказахстанцев кристина юсичева руслан алиев петропавловск хабар 24 8 очагов инфекционных заболеваний животных выявили в западно-казахстанской области с начала года специалисты проводят необходимые санитарные мероприятия почти полтора миллиарда тенге выделили на обеспечение ветеринарной безопасности в регионе 50 тысяч голов крупного рогатого скота овец и коз привито от сибирской язвы до конца года планируют провакцинировать домашний скот от 11 особо опасных инфекций по данной областной ветеринары ветеринарии эпизодическая ситуация с каждым годом улучшается к примеру зараженность бруцеллезом за 4 месяца составила всего 0,1 процента в караганинской области шестерском районе был выделен очаг ящера и соседним с оренбургским оренбургской области российской федерации идет выделение по этому заболеванию мы попросили вакцину для профилактики в количестве 3 миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи доз и ожидается поступление где-то 14 15 числа продовольственная инфляция в казахстане ускорилась почти до 18 процентов национальном банке полагают что негативная динамика сохранится из-за сложной геополитической обстановки мирового роста цен на сырье и сельхозпродукцию сдерживать инфляцию госорганы намерены в том числе и путем усиления контроля за торговыми наценками на социально значимые продукты и как нам заявили представители бизнес-сообщества только в мясной отрасли накрутки посредников начинается от 25 процентов и доходит до 50 к эфиру присоединяется наш экономический обозреватель индира тихжанова индира тебе слово динара да мясо действительно дорожает и по словам представителей отрасли многие животноводы сами в минусе цены им диктует перекупщики ну а прямого доступа к розничным рынкам фермеров нет все подробности прямо сейчас в казахстане простаивают около 30 процентов от кормочных площадок приостанавливают работу или же полностью закрываются крупные экспортоориентированные мясокомбинаты об этой проблеме в интервью телеканалу заявил член правления мясного союза казахстана максуд бахтибаев прошлогодняя засуха подскочившие цены на корма все это привело к тому что животноводство стало нерентабельным бизнесом многие предприниматели уходят из этой сферы кто-то пытается осваивать растеневодство ведь продавать ячмень напрямую теперь выгоднее нежели годами откармливать скот говорит бахтибаев оптовые цены на рынке низкие по подсчетам эксперта при себестоимости килограмма мяса в 2200 тенге фермеры продают его посредникам в среднем по 1800 до потребителей говядина доходит уже со значительной накруткой внутренний рынок насыщен при норме потребления примерно в 500 тысяч тонн в прошлом году производство превысило 540 тысяч демпингуют и белорусские производители завез завозят страну замороженную продукцию а вот казахстанский экспорт практически просел напомню с ноября прошлого года в стране вели полугодовой мораторий на вывоз крупного рогатого скота из-за вспышек ящура ограничили ввоз мяса из нашей страны ключевые импортеры китай и россия у животноводов есть надежда что росельхознадзор снимет ограничения на фоне военного конфликта обеспечение продовольственной безопасности у соседей сейчас в приоритете но для этого профильному ведомству необходимо вплотную заниматься вопросами ветеринарии в отраслевом союзе подчеркивают госорганами бизнесу нужно сообща искать оптимальные пути решения проблем в противном случае они могут привести к сокращению поголовья их массовым банкротством в отрасли и чмень стоит сто тридцать пятьдесят тысяч деньги сена практически нету ну хорошо он уже начался пастбочный период но люди знают что засуха в этом году опять же скорее все повторится судя по всем признакам соответственно опять сена не будет и сейчас люди массово начинают вообще уходить животноводство как это становится невыгодным переходить на коневодство переходить на растеневодство на другие виды бизнеса вот соответственно мы ожидаем большие так скажем системные проблемы в отрасли индекс кассе по итогам апреля снизился на девять целых четыре десятых процента локальный рынок акций с начала года просил на семнадцать с половиной процента об этом сообщили представители казахстанской фондовой биржи по их сведениям за минувший месяц объем сделок с индексными акциями сократился более чем наполовину составив 2 миллиарда 800 миллионов тенге напомню до недавнего времени корзина индекса состоялась бумаг семи казахстанских компаний в этом месяце к ним добавился еще один имитент в расчет теперь входят и простые акции каспики z апреля в зеленой зоне закрыли только простые бумаги банка центр кредит по остальным происходило снижение что и отразилось на основном индикаторе фондового рынка казахстана причем снижение индекса продолжается в эти дни заместитель председателя правления биржи наталья хорошевская объясняет это тем что глобальные инвесторы сейчас обращают больше внимания на развитые рынки между тем среди самих казахстанцев интерес к инвестициям растет только за апрель физлица зарегистрировали свыше 17 с половиной тысяч новых лицевых счетов активность продолжается с прошлого года только за прошлый год выпустили или обновили мобильные приложения 8 брокерских организаций республики казахстан из 20 некоторые некоторые брокерские организации решили использовать мобильные приложения своих материнских банков напомню что в середине прошлого года банкам также стало разрешено оказывать брокерские услуги физическим лицам по негосударственным ценным бумагам раньше они имели такую возможность только по гцб и к международным новостям криптовалютный рынок продолжает лихорадить за сутки он сократился на 200 миллиардов долларов сообщает блумберг произошло это на фоне обвала алгоритмического стейблкойна терра usd он подешевел ниже доллара отмечу ранее ожидалось что привязка будет сохраняться один к одному отрикошетил это и по другим цифровым активом стоимости биткоина вчера на торгах падала ниже 26 тысяч долларов за монету участники рынка прогнозируют что в ближайшее время самая популярная в мире криптовалюта может подешеветь до 20 тысяч долларов причем такой сценарий выглядит более реалистичным на фоне высокой инфляции инвесторы повсеместно избавляются всех рисковых активов распродают и акции технологических гигантов особенно тех что владеют крипто площадками по этой причине в эти дни проседает и ключевые американские фондовые индексы таким был обзор деловых новостей к данному часу министр иностранных дел странно большой семерки встретились в германии для обсуждения дальнейшей помощи украине а также влияние военных действий на мировые цены на продовольствие и энергоносителям по словам главы немецкого внешнеполитического ведомства аналена бербака в украинских портах сейчас заблокировано 25 миллионов тонн зерна которое особенно востребовано в странах африки и ближнего востока в трехдневном саммите также принят участие министр иностранных дел украины и молдовы в этой связи мы вместе сегодня обсудим как можем снять блокаду зерна которую ведет россия и вывести его именно в этом и заключается цель российского президента использовать этот кризис эту агрессивную войну против международного права чтобы разделить мировое сообщество и это именно то против чего мы выступаем здесь как министры иностранных дел большой семерки тем временем в украинских городах продолжились обстрелы в черниговской области снаряды попали в здание двух школ об этом накануне сообщили в местной администрации от ударов также пострадали магазин и частные дома находившиеся неподалеку от офицентра взрывов власти сообщили о трех погибших и 19 раненых в кременчуге под обстрелы попал нефтеперерабатывающий завод звичайно российская держава российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире даже тем кто еще продолжает с ними общаться просто в россии пока нет смелости это признать они боятся и пытаются скрыть правду за ракетными авиационными и артиллерийскими ударами поэтому наша задача бороться пока мы не достигнем своих целей в этой войне освободить нашу землю наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность в москве снова заявили о риске ядерной войны при конфликте россии и нато по словам зампреда совета безопасности дмитрия медведева отправка оружия в украину может привести к прямому столкновению подготовка ее войск к использованию западной техники и военные учения стран альянса у российских границ повышают вероятность прямого конфликта это в свою очередь всегда несет риск перехода в полноценную ядерную войну что станет катастрофическим сценарием для всех отметил медведев между тем в белом доме заявили что поддержат любые шаги финляндии и швеции по вступлению в нато в ответ на вторжение россии в украину ранее о желании своего северо-западного соседа без промедления пополнить ряды альянса высказались в кремле заявив что финны столкнуться с последствиями если это все-таки произойдет в вашингтоне считают в рассмотрении швеции или финляндии для членства в блоке нет агрессивных намерений финляндия и швеции являются близкими и ценными партнерами сша и нато в области обороны мы уверены что сможем найти способы работать с ними и решать любые проблемы подчеркну что нато оборонительный союз это не наступательный союз вы смотрите новости хабар 24 я напоминаю мы работаем в прямом эфире больше 18 тонн рыбы изъяли у браконьеров в отра у них свыше 1 тонны осетровых инспектора обнаружили более двух тысяч орудий лова всего в ходе широкомасштабного рейда выявлено около тысячи нарушения природоохранного законодательства возбуждено почти 40 уголовных дел на нарушение природоохранного законодательства наложен административный штраф на сумму на 14 миллионов 377 тысяч тенге в результате рейдовых мероприятий на рынках в городах отрау и актау при незаконной торговле изъято 79 единиц допрещенных орудий лова наш сетей китайского производства мете украли у золотодобытчика в жамбулской области причем похищали цветной металл злоумышленники неоднократно а в туркестанской области на встрече с главой региона разоблачили торговку наркотиками сельские жители пожаловались на недобросовестную землячку подробности в хронике происшествий почти 4 тонны меди лишилась золотодобывающая компания в жамбулской области при неизвестных обстоятельствах там с центрального склада пропал цветной металл на сумму более чем в 11 миллионов тенге потерпевшие обратились полицию которая установила похитители ими оказались свои же работники по предварительному сговору они три раза выносили медь со склада издавали в пункт приема металла по три тысячи тенге за килограмм таким образом подозреваемые выручили 9 миллионов тенге которые потратили на личные нужды теперь им грозит до 10 лет лишения свободы экипаж патронной полиции в казалардинской области случайно наткнулся на наркоплантацию задержав за нарушение пдд водителя полицейские нашли в салоне автомобиля газетный сверток с высушенной марихуаной проследовав к месту проживания задержанного стражи порядка обнаружили во дворе дома несколько кустов конопли начато досудебное расследование жители келесского района туркистанской области разоблачили торговку наркотиками наводку полицейским они дали на встрече с акимом области люди пожаловались на односельчанку которая продавала из дома запрещенные лекарства содержащие наркотические вещества борцы с наркобизнесом незамедлительно отправились по указанному адресу и задержали мужчину который только купил 10 пластинок тромодола предъявленные улики 61-летняя женщина оспаривать не стала и добровольно выдала еще 35 пластинок с психотропными таблетками жители павлодара пожаловались на соседа по дачам который жестоко обращался животными причем люди заявили полицейским что бедных собак душегубы едят они не раз видели на дачном участке собачьи шкуры и кости инспекторы полиции отреагировали на жалобу задержали подозреваемого жестоком обращении животными начато досудебное расследование по делу назначены необходимые экспертизы десятки многомиллионных особняков сгорели во время лесного пожара на юге американского штата калифорния по предварительным данным огонь вспыхнул между городами лагуна нигеля и лагуна бич погода без осадков и сильный ветер привели к молниеносному распространению пламени площадь возгорания превысила 800 тысяч квадратных метров в результате чего были уничтожены 20 дорогостоящих вилл жуткая авария произошла на автомагистрали в американском штате агайо самосвал на большой скорости врезался в припаркованный на обочине автомобиль дорожного техника который остановился для сбора мусора момент столкновения запечатлела камера наружного наблюдения видно как после удара последовал сильный взрыв сообщается что оба водителя серьезными травмами доставлены в ближайшую больницу детали происшествия выясняет полиция продолжаем выпуск посевная компания стартовала на севере казахстана аграрии завершают закрытие влаги уже начали сеять масличные культуры управление сельского хозяйства сообщили в этом году в регионе площадь посевов займется выше четырех миллионов гектаров семян в агроформированиях в доставке на весенние полевые работы выделили больше 70 тысяч тонн льготного дистоплива технический парк полностью оснащен готовность техники на сегодня стопроцентное наличие техники различная техника сегодня участвует в процессе подготовки проведения весенних полевых работ на сегодня порядка 776 техники уже приобретено новой техникой различная техника на сумму 17 порядка 17 миллиардов тенге продолжаем выпуск 216 миллионов человек будут вынуждены эмигрировать к 2050 году неутешительный прогноз представили во всемирном банке по ожиданиям экспертов основной причиной переселения станет засуха потеря урожая усиление голода и увеличение смертности проблемы с которыми уже столкнулся мир отмечает в организации риску к слову подвержены не только страны с малоразвитой экономикой изменение климата и методов ведения сельского хозяйства стали затрагивать все больше регионов совет о на по правам человека приняла резолюцию о начале расследования нарушения прав человека в результате действий российских военных в украине за проект резолюции проголосовали 33 члена совета китай и эритрея проголосовали против еще 12 государств том числе казахстан узбекистан армения воздержались правозащитники акцентировали внимание на нарушениях прав человека которые предположительно случились в районах киевом чернигово харькова и сум находившихся под контролем российских военных а в документе совет также подтвердил свои требования о немедленном прекращении военных действий и выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета украины министр странных дел странно большой семерки встретились в германии для обсуждения дальнейшей помощи украине а также влияние военных действий на мировые цены на продовольствие и энергоносители по словам главы немецкого внешнеполитического ведомства на лене бербака в украинских портах сейчас заблокировано 25 миллионов тонн зерна которая особенно востребована странах африки и ближнего востока в трехдневном саммите также примут участие министры иностранных дел украины и молдовы в этой связи мы вместе сегодня обсудим как можем снять блокаду зерна которую ведет россия и вывести его именно в этом и заключается цель российского президента использовать этот кризис эту агрессивную войну против международного права чтобы разделить мировое сообщество и это именно то против чего мы выступаем здесь как министры иностранных дел большой семерки тем временем в украинских городах продолжились обстрелы в черниговской области снаряды попали в здание двух школ об этом накануне сообщили в местной администрации от ударов также пострадали магазины частные дома находившиеся неподалеку от эпицентра взрывов власти сообщили о трех погибших и 19 раненых в кримичуге под обстрелы попал нефтеперерабатывающий завод российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире даже тем кто еще продолжает с ними общаться просто в россии пока нет смелости это признать они боятся и пытаются скрыть правду за ракетными авиационными и артиллерийскими ударами поэтому наша задача бороться пока мы не достигнем своих целей в этой войне освободить нашу землю наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность в москве снова заявили о риске ядерной войны при конфликте россии и нато по словам зампреда совета безопасности дмитрий медведева отправка оружия в украину может привести к прямому столкновению подготовка ее войск из к использованию западной техники военные учения стран альянса у российских границ повышают вероятность прямого конфликта это в свою очередь всегда несет риск перехода в полноценную ядерную войну что станет катастрофическим сценарием для всех отметил медведев между тем а в белом доме заявили что поддержат любые шаги финляндии и швеции по вступлению в нато в ответ на вторжение россии в украину ранее о желании своего северо-западного соседа без промедления пополнить ряды альянса высказались в кремле заявив что финны столкнуться с последствиями если это все-таки произойдет в шинконе считают что в рассмотрении швеции или финляндии для членства в блоке нет агрессивных намерений финляндии и швеции являются близкими и ценными партнерами сша и нато в области обороны мы уверены что сможем найти способы работать с ними и решать любые проблемы подчеркну что нато оборонительный союз это не наступательный союз такова информационная картина к этому часу оставайтесь с нами до встречи